вчера утром как обычно просматривая комментарии на своем канале и в социальных сетях я резким движением заблокировала на своем youtube канале несколько подписчиков что значит заблокировала это значит я лишила их права голоса я лишила этих людей возможности оставлять комментарии на моем канале почему я это сделала я могла бы вообще не записывать видео на эту тему и пропустить так сказать мимо глаз и мимо ушей какие-то негативные высказывания потому что я уже привыкла к тому что на канале любого блогера и на моем том числе всегда есть как позитивные комментарии так и негативные и было бы слишком жалко своего времени чтобы тратить его на разбор каких-то негативных комментариев но именно вчера я сделала это и дело в том что сейчас в связи с этой нездоровой атмосферой царящей в нашем обществе из-за эпидемии люди как-то стали неадекватно реагировать на некоторые темы на моем канале и что особенно печально это люди которые уже долгое время являются моими подписчиками и долгое время я получала с их стороны нормальные адекватные комментарии и вдруг сейчас что-то изменилось вдруг сейчас у людей резко поменялось отношение ко мне моему каналу к моей деятельности вдруг пошли какие-то обвинения в мой адрес вообще я люблю свою аудиторию она разношерстная она разновозрастная она разная с точки зрения географии люди очень разные но я люблю свою аудиторию прежде всего потому что если бы не мои подписчики мой канал не развивался бы не был бы таким какой он сейчас есть и у меня наверное не было бы мотивации для того чтобы развивать свой канал и согласитесь это было бы странно не любить тех кто любит тебя и кто помогает тебе развиваться но в то же время я еще люблю и себя и я еще уважаю себя и уважаю себя прежде всего за то что я многого добилась плане саморазвития в плане самообразования я горжусь собой что я смогла освоить новую для себя профессию и что я востребован в этой профессии и что есть достаточно большое количество людей которые нуждаются в моей помощи получают ее и находит пользу в этом и согласитесь когда ты работаешь и видишь что твой труд приносит пользу другим людям это огромная мотивация еще и за это я люблю свою аудиторию но я против того чтобы кто-то неуважительно высказывался в адрес меня как личности но я против того чтобы кто-то неуважительно назывался о моей деятельности чтобы кто-то принижал значение плодов моего труда в которой я вкладываю свое время и свою энергию и свои знания и так что же меня возмутило вчера утром что я заблокировала несколько подписчиков а возмутило меня то что меня обвинили будто бы я наживаюсь на горе которая постигла нашу страну и не только нашу страну но и весь мир здесь хочется очень спристрастно спросить этих товарищей которые обвинили меня в этом что они вкладывают в понятие наживаться на горе несмотря на карантин мы ходим в продуктовые магазины и мы покупаем себе еду продуктовые магазины наживаются на горе не так ли они получают прибыль от того что мы покупаем продукты хотелось бы спросить этих товарищей как они зарабатывают свои деньги на чем они наживаются любой труд имеет право быть оплаченным каждый человек должен работать и получать за это вознаграждение если в стране объявили карантин это не значит что нужно сесть сложить руки ничего не делать и тупо ждать когда же все рассосется когда же все закончится я не хочу тупо ждать я не собираюсь бросаться в панику я продолжаю свою работу точно так же как я ее вела все эти годы я зарабатываю деньги на своем канале потому что мой канал и мои социальные сети это и есть моя работа каждый зарабатывает свои деньги там где он считает нужным зарабатывать на горе это значит идти против моральных принципов я не нарушил ни один принцип морали и несмотря на условия пандемии и карантин моя работа по-прежнему востребована до клиентов стало меньше но это не означает что все бросились в панику и все сидят в своих квартирах и думают только о том как бы им выжить нет смотря на всеобщее волнение есть люди которые по-прежнему готовы заниматься собой своим здоровьем своей внешностью они готовы вкладывать в это не только свое время и свой труд но и свои деньги поэтому жизнь продолжается моя работа продолжается и обвинять меня в том что я продолжаю свою работу вместо того чтобы сидеть и тупо смотреть в одну точку и биться головой о стену это просто очень глупо и именно эти люди которые обвинили меня в том что я зарабатываю на человеческом горе были мной заблокированы не люблю несправедливости и так если вы мой подписчик и если вы понимаете все о чем я говорю если вы разделяете мои взгляды а может быть и не разделяете но хотя бы не гадите в комментариях то добро пожаловать я вас люблю я вас уважаю я вас ценю и я всегда вам рада но я активно призываю не подписываться на мой канал тех людей которые думают что нужно безнаказанно гадить в комментариях которые думают что какая-тоектив те эти будет здесь бесплатно раздавать им советы так же я призываю не подписываться на мой мой канал тех людей которые боятся что я буду им что-то предлагать у меня купить Всего доброго, надолго не прощаюсь, Паша Байча.